Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но я очень надеюсь, что все лидеры, и западные, и восточные страны, понимают, чем это чревато. Я очень надеюсь, что мы все, и те, от которого это зависит, примут разумные решения. Я в этом где-то надеюсь, и, может быть, даже могу сказать уверен. То, что сейчас поднимает накал Франции, я думаю, что Франция немножко беспокоится о том, что их выгнали из нескольких стран Африки и пытаются сейчас поднять накал, чтобы сесть опять за стол переговоров. Но я думаю, что все понимают, что красные какие-то линии переходить категорически нельзя. Даже для решения своих внутриполитических проблем. Знаете, как обычно делается? Когда у тебя внутри страны проблемы, ну давай что-то делать, там, за рубежом показывать. Ну, то же самое Майя Санду сделает, но в более меньшем объеме. У нее проблемы внутри страны, она бегает по заграницам. Фотографируется то с одним, то с другой. Поэтому, Надежда, мы видели заявление Макрона на уровне мировой политики, но меня больше волнует то, что делает Франция здесь, в Молдове. Я очень надеюсь, в ближайшие дни, что у меня будет встреча с послом Франции. Во всяком случае, я запрошу такую встречу, чтобы мы об этом поговорили, чтобы они знали мнение оппозиции. Не только мнение власти. Макс Безверхний. Игорь Николаевич, когда из Молдовы можно будет летать в Москву? Издевательства на людьми, билеты 500-600 евро. Я видел вчера или позавчера кусок интервью Поп-Шоя. И кто не знает, Поп-Шоя – это не какой-то там сельскохозяйственный сорт. Поп-Шоя – это министр иностранных дел Республики Молдова. Я видел, что он говорит, что никогда не будет на прямые рейсы. Поп-Шоя – это у вас никогда не будет чего-то. Прямые рейсы на Москву будут сразу после того, как поменяется власть в Молдове. Почему из Сербии летят самолеты напрямую в Москву и никаких проблем по безопасности нет? Почему молдаване должны лететь через Стамбул, через Ереван, тратить огромные деньги и платить эти деньги посредникам? Почему сотни тысяч молдаван должны ехать на автобусе по кругу через Польшу? Вот и здесь Майя Санду издевается над нашими гражданами. Поэтому будет? Конечно, будет. Когда? Сразу как уберем эту власть. Дома Додон, что ли у вас будет рейсболи в нашей стране? Банкуми, Тик-Ток. Банкуми, Тик-Ток. Банкуми, Тик-Ток. Я не знаю, что ли у Майя Санду? Я думаю, что они все будут подходить к своей кашу. Просто зашли в информацию и органина личная, издательный обратно. Но я надеюсь, что это не позволяет вам, чтобы партнерах, эксклюзивно-вудшисти. Я знаю, что Иваны, они странные публики, так,. Чем я думаю, что Брукселя все странные публики. Моя Григорьевна, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вы проиграете эти выборы неминуемо, и вы это знаете. Вас народ ненавидит. Поэтому вы должны принять уход из власти демократическим путем. Вы проиграете эти выборы. Вы проиграете эти выборы. Вы проиграете эти выборы в Молдову. Вы проиграете эти выборы. Вы проиграете эти выборы. Вы проиграете эти выборы в Молдову. Вы проиграете эти выборы в Молдову. Но то, что каждый посол и каждое государство очень внимательно следит за тем, что происходит в этом регионе, что происходит в Молдову. Вы проиграете эти выборы. Вы проиграете эти выборы в Молдову. Вы проиграете эти выборы в Молдову. Вы проиграете эти выборы в Украину. Вы проиграете эти выборы в Молдову. Вы проиграете эти выборы в Молдову. Вы проиграете эти выборы. тот и Формоз, в проблеме «ноу-ди-лог». Башкан Гагаузи сказала, что будет встреча с вами на днях. Как комментируете? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Давайте отвечу на этот вопрос. Во-первых, я считаю, что совместная работа депутатов-социалистов парламента и депутатов Народного собрания Гагаузи, руководство Народного собрания Гагаузи, когда говорю депутатов, там есть и социалисты, и другие, показало, что совместная работа дает результат. Я сейчас говорю про решение Конституционного суда, которое по нашим общим запросам, общей работе, согласованной, Конституционный суд сказал, что мы правы и отменили этот закон по НДС. Поэтому нужно общаться, конечно, нужно решать проблемы. Насчет встречи с Башканом Гагаузи, то, что говорит на днях. В ближайшей неделе у меня таких встреч не запланировано. Мы готовимся к съезду партии 23 марта. Поэтому, не знаю, о каких встречах говорят, но на ближайшей неделе у меня таких встреч не запланировано. Да, мы готовы решать совместно проблемы, без проблем. Для жителей региона, и не только региона, для жителей страны, нужно общаться, нужно идти вперед. Президентури рассматривает возможность лишения Илона Шора и Владимира Плохотнюка молдавского гражданства. Что вы думаете про это? Я думаю, что это выгодно Шору и Плохотнюку. Потому что в этом случае судить их в Молдове не будут. Если они не граждане Молдовы, как их судить? Поэтому те, которые запустили эту инициативу, я думаю, что это делают в интересах Шора и Плохотнюка. Это мое мнение. Сам факт лишения гражданства человек, который родился в Молдове, я думаю, что со стороны президентуры это будет незаконным. Это неправильно. Это неправильно. Но именно по этим двум случаям, я думаю, что это запустили специально для того, чтобы помочь Плохотнюку и другим с их уголовными делами. Снимать спрятать астой и миссию неодиастась. Я в ряду сва Муцумеск, в городе Санатате, ши не ведем паркурсовый мотор лорзили при Нарайване ли шли сатили Дня Република Мудова. Озибу нашу кенту лкут.